Приветствую вас. Вы знаете, вот судя по описанию, да, вашего текста, я чувствую вообще какого-то такого потерянного, достаточно сильного, на мой взгляд, вот. Чувствую неопределенность, ну вот, и непонимание того, что вам важно. То есть вот вы, такое ощущение, что не понимаете того, что вам важно, вы не понимаете того, что вы хотите, вы не понимаете того, к чему вы стремитесь и куда вы стремитесь. И вот в этом, наверное, заключается проблема, потому что вы не умеете настраивать личные границы, вы совершенно очевидно не совсем корректно устраиваете отношения со своим мужем, вот. И вас достаточно легко задеть, в том числе и маме. Плюс вы не доверяете себе, потому что пытаетесь у нас спросить, как вам жить и что делать, но мы специалисты, помогаем разобраться в себе. Мы не помогаем, по большому счёту, мы не помогаем советами, мы именно помогаем человеку рассмотреть и разобраться в себе. Вот, поэтому, поэтому здесь вот такой момент. Это вот то, что я могу вам сказать глобально. Да? Теперь. Вы очень простые отношения с мужем. Ну, опять же, отношения именно с мужем строите вы, в том числе. Не мужчина с вами строит, а вы строите, вы строите отношения с человеком, в том числе. Поэтому, если отношения не простые, то, ну, как бы вы их, в том числе, построили. Дальше нельзя что-то планировать, выкидывать всегда что-то своё. Ну, смотрите. Планирование, вообще, штука не самая хорошая, не самая комфортная, не самая приятная, не самая... такая, как бы вам сказать, не самая стабильная, что ли. Вот. Идея в этом. То есть, если вы планируете, если вы пытаетесь планировать, то можно говорить о том, что, вероятно, не очень-то сильно вы себе в целом доверяете. Вот. А вот если вы себе не доверяете... Это вопрос. Почему вы себе не доверяете? Почему вы пытаетесь... Планировать? С чем это связано? Что вы пытаетесь... Планировать? Вот. Ну, на мой взгляд, это... Можно и нужно... Корректировать. На мой взгляд, опять же. Это исключительно всё... Только на мой взгляд. Дальше. Выкидывать всегда что-то своё. Ну, смотрите, опять же. А... Мужчина выкидывает всегда что-то своё. Ну, он такой всегда был. Вы же его... Вы же видите, за него замуж, если вы говорите, что он всегда выкидывает что-то своё. Ну, значит, он всегда таким был, непонятно, как это всё образовывается. То есть... Получается, что... Человек... Эм... 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 Ну... Ну, ведёт... С... С... Себя... Эм... Эм... Определённым образом. Эм... 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 Вы это... Эм... Терпите? Вы... Эм... 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 Получается. Или... Как? Просто... Я вот... Эм... Эм... Не очень этот момент... Эм... Понимаю. Что-то я хочу... Я хочу понять. Вот. Но не понимаю. Эм... Вот именно этот момент. Не очень понятно. Что вы... Ну... Что вы имеете ввиду. Здесь. Это... Эм... Эм... Как вы... Эм... Воспринимаете своего... М... Муза... Что он себя... Эм... Представляет. Да. И... Что... Эм... Как вы... Выстраиваете свои отношения. Ну... Эм... 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 Просто вот не ясно. Пока что. Дальше. Идём. Эм... 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 Значит... Эм... 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 Момент очень важный. Вот. Эм... Эм... Вы не ладите... Эм... 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 Дальше, эм, так, ребенку в школу, я хочу на работе средний раз заработал, думаю не смогу, так как дети главное психи мужа, ну, как, эм, ваша работа связана с детьми, ее с детьми, и тем более психи мужа, ну, вот, сейчас говоря не очень понятно, а, потому что, эм, если вы хотите работать, то кто и как вас, ну, может остановить, да, у меня загадка, у меня загадка, вот, то есть, получается, вы в какой степени ставите под сомнение то, что вам хочется, к примеру, работать, работать, вот, у меня так видится, опять же, могу, могу ошибаться, конечно, вот. Дальше, э, мама не приглашается посидеть с детьми, чтобы я поработала, ну, это справедливо, дети ваши, эм, как бы, мама, она, 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 к сожалению, наверное, не по, не обязана участвовать в их воспитании, ну, вот, то есть, это ответственность ваша, ну, так получается, что дети, вот, в какой степени вас, я бы сказал, что даже тяготят, вот. Дальше, я очень хочу работать, чтобы очухаться от психотмужа, а, ну, есть ощущение, что вы убегаете просто от тех, честно, есть ощущение, что вы просто бежите, то есть, что вы не очухаться хотите, а именно бежите просто. это, от, хозяева, ближе, от проблемы, не пытаясь, или, или, там, не надеясь, э, ее решить уже, потому что, э, это просто, э, не имеет ничего, э, что вы очухуете, в позицию Это позиция сбегания, позиция сбегания это безответственность, я полагаю, по отношению к себе и по отношению к своим детям. К сожалению, это так. Дальше. Так, вот вчера просто на мой законный вопрос порвал рубашку, даже скандала не было. Что это? Ну, это его проблемы. Я могу их с вами, наверное, она будет пилить меня бесконечно, она очень активно будет скандалить. И что? Как это, как это влияет на вас? То, что она будет скандалить? Вот конкретно на вас как это влияет? Потому что не очень понятно, что вы имеете ввиду. Ну, да, она там, безусловно, она там может как-то себя вести. Безусловно, она может и, вероятно всего, будет как-то вот негативно, да. Ну, а почему вы воспринимаете ее на... ее, во-первых, всерьез, а во-вторых, ее действие на свой счет? Вот. Дальше. Все менять из него психов в детском саде, кружки, будущую школу, ехать в другой город к маме. Такое ощущение, что вы совет хотите. Психологи не дают совет. По работе в мамином городе я точно найду по своей специальности. Мне тридцать, но у меня уже сто процентов сиди на первый раз была в брюхмакерском. Я просто сказала, что надо срочно лечить волосы, так как вы сильно уже большая на макушке. Так, ну, опять же, здесь вы демонстрируете просто нежелание решать проблемы Ольги и не смотреть в корень, в суть. Вот. А суть это ваше отношение к себе и к мужчинам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.